ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ И да, это моя политологическая ремарка. На этой неделе в Минеральных Водах прошел седьмой политологический форум. Приведем две цитаты организатору форума с Федерального агентства по делам национальностей. Мы ежегодно встречаемся на гостеприи на земле Российского Кавказа для того, чтобы обсудить актуальные вопросы, связанные с различными сторонами общественно-политической, духовной, культурной жизни народа региона. Ознакомиться с позитивными практиками субъектов СКФО, обменяться опытом, передовыми идеями, выработать общие позиции по возникающим вызовам и угрозам, сказал заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Михаил Мишин. А про то, что форум уже не тот, что был прежде, сказала госпожа Полежаева Анна, советник руководителя ФАДН. Форум действительно изменился. В этом году это прежде всего образовательная коммуникационная площадка. Именно в таком формате мы разберем и обсудим ключевые направления развития Северокавказского федерального округа. Меня всегда восхищают молодые и красивые советницы крупных российских чиновников. Это такой политический тренд современной России. Прям распирает от любопытства, чего они там советуют им, что жизнь россиян с каждым годом становится лучше и веселее. Но я сейчас не об этом. Эксперты говорят о выработке общих позиций по возникающим угрозам. В связи с этим я из своих архивов извлек аудиоречь вот этого господина. Помните, надеюсь? Мы не учитываем месские моменты. Понимаете? Мы хотим управлять одинаково в Ингушетии, Старовском крае и Дагестане. Мы одно и то же вещь пишем, вот когда бывают. А это разные сообщества по многим параметрам. Поэтому эти вещи, конечно, надо нам сегодня осмысливать. На одном из последних политологических форумов, который проводился в Дагестане, присутствовал и руководитель Федерального агентства по делам национальности Игорь Баринов. Долго, но не дольше Фиделя Костре выступала и глава Республики Рамазан Абдуллатипов. В Красной Линии по его выступлению тогда проходила мысль о национализации источников развития Дагестана. То есть, по сути, увода из федеральной собственности и наиболее полного, как я понимаю, использования во благо дагестанской экономики углеводородов, энергетических и прочих природных ресурсов республики. Абдуллатипов между афоризмом все же говорил дельные вещи. Вот если бы его услышал советник президента Роснефти, кстати, один из участников этого форума. Монополисты не любят даже слышать такие речи, они их раздражают, у них боди своя правда. Ребята, если вы хотите без нас работать в нашей республике, у вас не будет больших успехов? Абдуллатипов как в воду глядел. Чувствовал, что нагрянут времена, когда дагестанцев оттеснят от Дагестана. Здесь повторю свою позицию. Сами виноваты и пенять на зеркало не будем. Но! Обобщая все общественно-политические процессы, скажу, Кавказ нужно обнимать, но не делать ему удушающей. В этом смысле следует отметить, что в российской политической системе всегда теряют некий баланс. Это касается Кавказа и в целом госполитики. А здесь нужно балансировать. Нужно быть хорошим пехлеваном. Иногда нужно оглянуться назад, чтобы кое-что понять сегодня. Но ходить с повернутой назад головой, конечно, нельзя. Нужно лишь оглянуться, чтобы понять, что проблемы Северного Кавказа надо решать на основе вековых традиций маслята, традиций взлелейных и настойных на нашем славном прошлом опыте политического и экономического управления. В том числе в советском опыте. У меня был ростовский научный руководитель Игорь Прокопович, саламу алейкум. И он называл рафинированными товарищами, видимо, имея в виду их отдаленность от понимания проблем Кавказа, тех столичных экспертов, которые со своими транспортирами и мерками подступают к карте Северного Кавказа. Кстати, на этом политологическом форуме Северный Кавказ по этнической языковой уникальности, многообразию, сравнили с Новой Гвинеей и Амазонией. Сравнение немного смутило тем, что амазонские и гвинейские туземцы, ну, мягко говоря, далеки географически и культурно от дагестанцев и северокавказцев. Многообразие языков, да, а внешность похожа на кавказцев. Вот этот, кажется, с соседнего аула. Но не советую в отношении кавказских туземцев мыслить, как мыслили ястры бы царской армии. Одномерно. Орудуют у нас и современные экономические Ермоловы, которым взять да поделить, которые, по выражению Баринова, привыкли эскалировать. Остров невезения в океане есть, весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Субтитры сделал DimaTorzok